Я могу сказать, что Интерпол это самая адекватная организация государственная из всех, с кем я сталкивался. Реально очень адекватные люди, действительно непредвзятый подход, справедливый, который ты не найдешь больше нигде, наверное. О миграционных службах вообще говорить не стоит. Там везде вы найдете какую-то несправедливость, какие-то стереотипы, изначальную предвзятость какую-то. А в Интерполе все в этом плане очень корректно. Говорит, ты считаешь себя виноват? Я говорю, нет. Ты признаешь все эти обвинения? Я говорю, нет. Где хочешь защищаться? Я говорю, здесь. Хорошо, полицейский говорит, отдайте паспорт, он свободен. Ух ты! Император ОПГ От души, брату, с тобой я, Аллах, и пулемет красавчик как минимум. Инша Аллах, Ичкерия будет свободной. Барак Аллаху фейк, брат. Амин на твою дуа. Инша Аллах, Ичкерия будет свободной. Муртаз Дейл Лей Как ты снял себя с Интерпола? Расскажи, пожалуйста. Так, Интерпол. Давайте, наверное, посвятим тогда этому вопросу немного времени, так как он реально очень важный. Сейчас многие, во-первых, смотрите, в результате работы, которая была проведена Уэйфондом и были сняты с Интерпола уже десятки людей. Разумеется, об этом стало известно, и многие заинтересовались темой, те люди, которые не по праву находятся в розыске по линии Интерпола. И второй фактор, это начавшаяся российско-украинская война. То, что весь мир сейчас по-другому посмотрел на Россию, как на агрессора. И это тоже дает шансы на протестование, преследование со стороны России. В общем, это заинтересовало очень многих людей, и это правильно. Действительно, сейчас есть очень серьезные и большие шансы, гораздо больше этих шансов, чем они были, когда бы то ни было, опротестовать эти решения и снять себя с Интерпола. Но только в том случае, когда ваше преследование неправомерно. Если вы реально преступник, вы что-то украли, вы кого-то убили, кого-то ограбили, то есть вы действительно совершили преступление, и вас разыскивают по линии Интерпола, то здесь не стоит надеяться на то, что сейчас просто из-за того, что Россия напала на Украину, вас просто возьмут и снимут с розыск. Конечно, нет такого не будет. Но, если вы преследуетесь неправомерно, если вы были участником войны, вы защищали свою родину, вы, допустим, воевали в Российско-Чеченской войне, воевали против России, и они там обвиняют вас в участии в анформировании, в терроризме, или вообще там повесили на вас какие-то иные уголовные дела, но преследование ведется исключительно по политическим, религиозным или иным мотивам, в этом случае вы имеете все шансы на то, чтобы вас сняли, и вы должны этим заняться. Что вы должны сделать? Вы должны обратиться в секретариат Интерпола с заявлением о том, чтобы вас сняли с розыска. Разумеется, это делается не просто так, то есть вы не пишете туда «Привет, я такой-то, снимите меня, пожалуйста, с розыска». Вы должны дать исчерпывающее обоснование своего запроса. То есть вы должны, прямо с первого же этого письма, вы должны доказать Интерполу, что Россия вас разыскивает, преследует вас неправомерно, что уголовные дела в отношении вас сфабриковано. Что вы не причастны к тому, в чем вас обвиняют. Для того, чтобы это сделать, вы, конечно же, должны немножко проанализировать свое дело, разобраться, в чем вас обвиняют, какие-то контраргументы документально, разумеется, предъявить, и отправить это все в этот секретариат. Как правило, мы сами не готовы проделывать такую работу, у нас не бывает опыта, поэтому здесь нам нужны профессионалы, которые профессионально занимаются этой деятельностью, адвокаты, либо правозащитники, имеющие опыт общения с Интерполом. Благо, такие имеются. Здесь я, конечно же, могу сразу выделить Wi-Fond, который этим занимается, но я знаю, что Wi-Fond объявил о некой паузе в принятии дел, так как у них завал сейчас, и они на все лето взяли тайм-аут, чтобы разобраться с теми делами, которые у них уже находятся в производстве. Поэтому сейчас к ним обращаться, наверное, нет смысла, но, наверное, к осени можно обратиться к ним. Они уже проанализируют ваш кейс, посмотрят, есть ли смысл в вашем деле вообще обращаться, есть ли у вас доказательства своей невиновности, либо необоснованного преследования со стороны России. В общем, там уже пойдет какой-то процесс. Но это не значит, что там только Wi-Fond этим занимается. Конечно же, есть и другие просто адвокаты, которые могут в этом вопросе помочь. Конечно же, в большинстве случаев это будут наверняка платные услуги, в отличие от Wi-Fond, который предоставляет эти услуги бесплатно. В общем, широта выбора здесь, наверное, все-таки есть. Вам просто нужно будет поинтересоваться, найти, если вы не хотите ждать, то найти адвоката, который бы подал от вашего имени этот запрос, то есть представлял бы ваши интересы в Интерпоре. Это, значит, был ответ на вопрос, как это сделать. А как я себя снял? Ну, в принципе, так и снял. Я на тот момент связался с адвокатом, с очень грамотным адвокатом, который подал все эти необходимые документы. Мы доказали Интерполу, что я не причастен к тому, в чем меня обвиняют. А меня обвиняли в том, что я уехал в Сирию, примкнул там к группировке «Исламское государство» и участвую там в боевых действиях на территории Сирии. Мы в легкую доказали, что я никогда не был в Сирии, что я вообще не причастен к этой организации ИГИЛ и никогда ни в каких боевых действиях не участвовал и участвовать в них не собирался. Поэтому меня, разумеется, сняли с розыска. Был еще один запрос от России. Они вот сейчас недавно хотели меня снова объявить в розыск уже по новой статье. Это статья 205.2 «Оправдание, публичное оправдание терроризма, публичные призывы к терроризму». Но Интерпол уже как-то по-другому отреагировал. Без какого-либо доверия к России отреагировал на этот запрос. Мне прислали письмо из Интерпола. Мы, разумеется, дали свои пояснения. В общем, этот запрос не был принят. Япон. «Мой опыт с Интерполом печальней. Два раза снимали, и оба раза РФ закидывала снова. Как-то так». Вообще, как правило, если тебя один раз сняли с розыска, и после этого тебя снова пытается эта же страна объявить, то Интерпол уже автоматом тебя не объявляет. То есть, в этом случае они смотрят, ага, этого человека мы уже снимали, то есть, его обращение было удовлетворено, значит, это требует дополнительной проверки. И они, как правило, направляют письмо к этому человеку. И здесь очень важно, чтобы он либо жил по тому же адресу, либо тот, кто живет по этому адресу, мог с ним связаться. То есть, если он поменял, например, место жительства, то у Интерпола не будет этой информации, они, конечно, на старый адрес пришлют. Здесь важно, наверное, все-таки переписываться от имени адвоката, чтобы всегда было, куда прийти этому письму. В общем, они присылают вот это вот письмо и просят твои комментарии. То есть, они спрашивают, хочешь ли ты что-то сказать по этому поводу. И здесь, конечно, если у тебя есть что по этому поводу сказать, то лучше, конечно же, написать, дать какие-то разъяснения. Я могу сказать, что Интерпола – это одна, наверное, даже не одна, это самая адекватная организация государственная из всех, с кем я сталкивался. Реально очень адекватные люди. Действительно непредвзятый подход, справедливый, который ты не найдешь больше нигде, наверное. О миграционных службах вообще говорить не стоит. О каких-то спецслужбах разных стран тоже говорить не стоит. Там везде вы найдете какую-то несправедливость, какие-то стереотипы, изначальную предвзятость какую-то. А в Интерполе все в этом плане очень корректно. Дубай поехал, сдался сначала Интерполу. Это была отдельная история. Я пошел, нашел офис Интерпола, стучусь, говорю, я такой-то, они говорят, что хочешь? Я говорю, сдаться хочу. Они говорят, ты кто такой? Я говорю, международный розыск. Ты кто такой, чтобы нам сдаваться? Да, они говорят, международный розыск. Он говорит, иди по коридору, там кабинет. Я такой, кабинет, люди штучу, захожу. Там двое сидят, один так, слил спиной к мне. Что надо? Я говорю, вот я пришел сдаться, я в розыске. Он говорит, иди, это здесь не до шуток. Я говорю, нет, я хочу сдаться. Фамилия, я фамилию назову. Он такой, раз замер. Я чувствовал ногой давить на кнопку. Я понял, что сейчас у меня будет мордой в пол. Я сразу уже приготовился, к стене встал. И тут забегает, руки скрутили. И увели в эту тюрьму, там же интерполовская тюрьма рядом. Увели, короче. Я говорю, ну я же сам пришел зафиксировать этот момент. Зафиксировали, все. Там я трое суток провел, потому что это было ближе к выходным. Потом меня вызвали к паблик-прокурору, повезли. Меня удивило, насколько все это быстро произошло. Передим мое уголовное дело. Они запросы, видать, сделали. Говорит, ты считаешь себя виноват? Я говорю, нет. Ты признаешь все эти обвинения? Я говорю, нет. Где хочешь защищаться? Я говорю, здесь. Хорошо. Полицейский говорит, отдайте паспорт, он свободен. Ух ты. И мой адвокат, мы с адвокатом взяли паспорт, вышли и потом начали готовиться к защите. И вот так с меня сняли метропол. Потом.